Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, мой канал в основном про парфюмерию, поэтому если эта тема вам близка и актуальна, заходите в гости, подписывайтесь на канал. Как вы поняли, наверное, уже из названий, сегодня мы с вами будем рассматривать однозначно осеннюю тему, ну и не только осенью можно носить подобные ароматы, но в сегодняшнее настроение данная подборка вписывается на 1000%. Мы будем с вами разговаривать про кожу, но кожу в таком одностороннем ее проявлении по типу тосканской кожи от Тома Форда. У меня собралась небольшая такая подборка и во главе с этой подборкой у меня новинка, про которую я, конечно же, в первую очередь хочу вам рассказать. Все эти ароматы тем или иным образом напоминают тот самый аромат, дорогой аромат, не всем, возможно, доступный аромат от Тома Форда. Я знаю, у него много любителей, много почитателей, но даже если вы имеете этот аромат в оригинале и очень любите подобную тематику, абсолютно не запрещается иметь что-то подобное, поэтому, возможно, это также вам будет актуально. Либо, наоборот, если нет возможности купить настолько дорогой аромат, всегда есть замена. Для меня вообще кожа, вообще во всем моем парфюмерном таком опыте делится, наверное, на три различных группы. Первая – это очень мягкая, деликатная замша. Она мне всегда представляется в каких-то нюдовых оттенках, возможно, каких-то пыльно-розовых. То есть это очень всегда женственно. Это, как я уже, наверное, сказала, мягко, тонко, изящно по типу Ботега Винета, по типу... Давайте сейчас не буду, потому что перед камерой никогда не приходит на ум что-то, о чем хочешь рассказать. Ну, вы поняли, то есть это очень-очень мягко и практически многим подходят данные ароматы на данную тематику. Второй тип кожи уже более яркий. Это уже именно не замша, а именно кожаное проявление. То есть это какая-то кожаная именно вещь, обладает специфическим кожным ароматом. Возможно, это что-то новое, то есть буквально недавно только с конвейера. Такие ароматы тоже есть в моей коллекции, они тоже заслуживают внимания, но это уже кожа более яркая. И третья, это кожа уже такая мощная, брутальная, наверное, не побоюсь этого слова, с березовым дегтем, то есть это уже больше мужское направление. Так вот, сегодняшняя наша подборка, это что-то среднее между первым и вторым. Не буду вас долго томить, поехали. Ну, вдруг кому-то будет это актуально. Как чувствую кожу я? Я вам хочу рассказать про новинку, которую у меня уже, наверное, недели две. Я его, этот аромат покупала в своем последнем заказе с рандеву, у них очень хорошие цены. На вот этот бренд, это бренд Afnan. Я видела также эти ароматы в других магазинах, но с промокодами и с моей личной скидкой, и еще плюс бесплатной доставкой, мне он обошелся намного дешевле, чем где-либо. Поэтому, да, этот красавец у меня. Смотрите на оформление, ну, арабы, да, это арабский бренд, арабы никогда не скупятся на упаковку. Это всегда упаковано дорого, богато, красиво. Возможно, в некоторых моментах немного вычурно. Сейчас я попробую все это сделать без каких-либо потерь. Здесь коробка в коробке, коробкой погоняет. То есть, в этом чехольчике вот такой вот постамент, и на этом постаменте вот такой чудесный флакончик. Я, конечно, не совсем понимаю, что хотели сказать нам вот таким вот оформлением. Я не скажу то, что мне это нравится. И, если вдруг будете приобретать, имейте в виду, ни в коем случае не хватайте флакон вот за эту его крышку, ручку, потому что я однажды его взяла и чуть не попрощалась. Он у меня упал. На первом этаже у нас плиточный пол. Благо, стекло толстое. И, да, аромат жив и здоров. Аромат называется Мирсал оф Траста. Их несколько разных вариантов. Меня заинтересовал именно этот, именно на тему кожи, именно на тему тосканской кожи. Судя по отзывам на сайте Фрагрантика, которые сподвигли меня к покупке данного аромата, это очень близко. И, на самом деле, с уверенностью могу сказать, что если вы любите тосканку, если вы любите вообще такое направление в коже, то вам однозначно придется по душе этот парфюм. Несмотря на то, что это арабский бренд, композиция 100% европизирована, собрана качественно, достойна. И практически на 90% повторяет тот аромат, с которым я провожу аналоги. Единственное, кстати, чем, возможно, они разнятся, но мне это только на руку, наоборот, на старте именно вот у этого аромата я слышу ярко выраженную ягодную ноту. В пирамиде нам заявляют малину, но и в тосканской коже у нас также есть малиновая нота. Что-то такое тут. Но там я ее слышу в меньшей мере. Здесь же вот сладость, вот эта ягодная сладость намного ярче. И в сочетании именно с мягкой, но яркой кожаной нотой, которая дает чуть солодом, чуть хлебом. Да, обожаю, когда так. Есть еще некоторые ароматы, которые именно пахнут свежеиспеченным хлебом. Делают его, мне кажется, более даже интересным. Ну, по крайней мере, как по мне. По мере раскрытия эта малина уходит больше, наверное, даже в малиновую пудру. Это такое ощущение, как будто ягоды высушились, мололи в мелкий порошок. То есть, кожа покрыта малиновой ягодной пудрой, очень мелкой и суперароматной. Однозначно есть какие-то специи, однозначно есть дерево, ну, потому что кожу ее все-таки надо как-то оформить. Чисто кожаный аромат, наверное, это будет слишком банально. Ну, здесь вот ее, эту кожу красиво оформили как ягодами, так и специями. Возможно, шафран, возможно, чуть перца. Это красиво как на женщине, так и на мужчине. У меня забрал уже этот аромат муж, но нам, в принципе, с ним делить нечего. Я могу спокойно зайти в его кабинет и взять любой аромат с его полки, подушиться им. Я такие вот подобные направления люблю носить именно, когда они для меня наиболее актуальны. Это в период ношения кожаных вещей. Это начало осени и конец весны. Главное, ничего не перепутать. То есть, также и весной данное направление парфюмерии для меня актуально. Еще раз повторяюсь, это стоит бюджетно, но звучит в разы дороже, чем стоит, да, как вы уже поняли. Яркая, богатая, насыщенная, интересная композиция, которая, по крайней мере, меня равнодушно не оставила. Еще раз повторяюсь, то, что флакон, это, конечно, на любителя, но содержимое очень классное. Проходите, посмотрите, если вдруг знакомы с остальными ароматами, ну, вот из этой линейки, потому что у Афнан у них очень огромный ассортимент. Они делают как и перепевки, так и делают и свои собственные какие-то композиции, за что я, конечно, арабов уважаю. У них в последнее время есть над чем подумать. У меня есть несколько ароматов, именно арабских ароматов, которые ничем не хуже, чем дорогой нишевый парфюм. Поэтому, ну, вот так. Дальше я, наверное, пройдусь по более бюджетной замене, также более бюджетной замене тосканской кожи, но бюджетные самые первые. Остальные они уже, конечно же, не 3 копейки стоят, но, по крайней мере, в разы дороже, чем, как я уже сказала, аромат от Тома Форда. То есть, не надо таких вот гневных комментариев, где же тут бюджет. Бюджет вот в самом начале. Дальше, конечно, уже будут более тяжеловесные, но, тем не менее, вы уже поняли. Следующий аромат, который также для меня очень в духе тосканки, это Black Chaffron от Byreda. В них, как есть, также схожесть, так есть и различия. У меня тосканской кожи нет, но вот с таким арсеналом мне она, в принципе, и не нужна. Здесь также кожа по типу предыдущего аромата, про который я вам рассказала, но она ещё более хлебная, мне кажется, и как будто чуть поспокойнее. Ну да, здесь нет никаких ягод, здесь композиции намного сдержанной. Вот она мне как раз про кожу и солод. Много слов нет, потому что это настолько понятно и настолько это не раскладывается на ноты. Это приятный кожаный аромат с хлебным солодовым аккордом, в котором я больше, в принципе, ничего не слышу, но ничего и не надо, потому что это то, что нужно. По крайней мере, когда я ношу кожаную куртку, я обожаю вот такие вот подобные парфюмы. Ничего лишнего, всё только то, что нужно. Дальше, следующий аромат у нас, кстати, да, Том Форд. Я помню, его покупала в своё время, когда мы ещё были дружелюбны с сайтом Натита. У них вот эти вот ароматы по какой-то безумной были акции, я успела его схватить. Просто неприлично дешёвая была цена. Это Том Форд Омбра Лежер. Также стоит на парфюмерной полке моего мужа, потому что вот это его тематика. Он их носит круглый год, подобный аромат. Они ему идут даже больше, чем мне, поэтому я не жалею. Мне абсолютно как бы, да, не жалко данных ароматов, если ими будут пользоваться намного чаще, чем я. Я в любое время подойду и нанесу на себя, если мне захочется. Здесь та же самая кожа по типу первого, по типу второго, но достаточно так изящно, интересно, обыграна белыми цветами. По-моему, что-то типа жасвина. То есть этот аромат, эта кожа чувствуется ещё более тонкой, чем сам аромат прародитель и вообще всё то, про что я вам буду рассказывать. Именно поэтому, именно из-за того, что кожа в сочетании с белыми цветами, с жасмином, с таким, может быть, даже и женственным на каком-то периоде, его может носить как мужчина, так и женщина. Но, что самое интересное, на нас с мужем он раскрывается абсолютно разным образом. На мне прям ярко выраженная цветочность бывает, а на нём всё же больше кожи, больше специй, он больше как-то заслащивается, переходит в древесность. То есть абсолютно разное звучание с двух людей. Да, также я не знаю, насколько это бюджетный. Возможно, бюджет, скорее всего, сопоставим. Но, по крайней мере, я его покупала прям очень за хорошую цену, в районе где-то, извините, 6 тысяч рублей за 50 миллилитров. Так, дальше я вам хочу рассказать про вот такой вот аромат от Exume, это Saint Queer. Я не скажу то, что это прям уже один в один, но вот сам тон кожи, само настроение вот этой вот кожаной ноты здесь схожи именно с тосканкой и с тем, про что я вам сегодня уже рассказала. Но здесь уже больше сладости, здесь отчётливо слышна уже ванильность, то есть он более плотный, и кожа не настолько ярко выраженная, уже не моно, как я бы, наверное, сказала, то, что в предыдущих ароматах это больше прям вот основная, да, скрипка выделена для кожи, всё остальное фоном. Здесь же нет. Здесь и кожа, здесь и специи, здесь и амбровость, здесь и ванильность, и медовость. Всё мощно, ярко, этот уже такой заявляющий о себе товарищ, то есть здесь яркость, стойкость, именно сладость уже выше среднего, но сама кожаная нота мне напоминает именно ноту вот такую вот фордовскую. Также носит муж, я иногда прикидываюсь, да, прикладываюсь, но для меня это прям супер-супер мощно. Я, наверное, его больше бы видела на себе даже зимой, несмотря на то, что здесь кожаная нота, но всё-таки вот эта вот яркая сладость, ванильность и медовость больше и выгоднее на мне звучит именно в зимнюю погоду. Кстати, также отличный бренд с интересными ароматами. У меня в своё время было прям целое видео. И ещё пару флаконов у меня есть, которые мы также с удовольствием носим и пользуемся. Так что, если есть такое желание, присмотритесь. И последнее на сегодня. Вот такой вот красавец от бренда Odina 12. Я всегда забываю, вот не люблю, когда ароматы называют по номерам. Я вам подпишу обязательно. Не знаю сейчас о их судьбе, не знаю их ценовую категорию, потому что я покупала года, наверное, уже три назад. Вот эти 100 мл, также тысячи, наверное, за 3-4. По-моему, за последнее время цены на них сильно поднялись. Но вдруг у вас где-то есть где попробовать или попробовать, не знаю, вряд ли. Либо увидите где-то по хорошей цене. Имейте в виду, что Сэмма, по-моему, так он называется. Не буду сейчас вам врать, я подпишу. Это кожа еще более спецовой. Прям вот хорошо чувствуется пряности, хорошо чувствуется перец, имбирь, шафран и черные чайные ноты. Это уже еще более необычно. Это вроде бы та же самая кожа, по типу той кожи, с которой я вот опять чуть не взяла за эту шайбу. Это, конечно, ни в коем случае так не делайте. Кожа по типу этой, то есть, соответственно, она очень похожа на фордовскую, но уже в обрамлении еще более интересных нот. Но не то, что еще более. То есть здесь у нас больше сладость, ванильность, а здесь больше пряностей, специй, чайности какой-то. Но также это ярко, объемно, интересно. Также взяла у мужа, потому что в свое время, когда я приобрела этот аромат, мы поняли то, что на его коже он раскрывается интереснее. Я ношу под настроение именно в период кожаности. И сегодня я завершаюсь. Мой единственный, наверное, посыл больше сегодня был не то, что сравнить, ну, возможно, кому-то это будет также интересно, а направить вас в нужное русло, потому что это на самом деле стоит внимания. Почитайте фирогрантику, послушайте блогеров, возможно, кто-то также описывает данный аромат. И это крайне выгодная покупка по... Он стоит вот эти 100 мл, 100 или 90, ну, много здесь мл, до 4000 рублей. Плюс, если вы используете промо-код, плюс это бесплатная доставка, с чего я уже начала это видео, это выходит прям очень классно. Все, на сегодня я завершаюсь. Если видео было интересно и полезно, дайте мне обратную связь. Обязательно жду вас в комментариях пообсуждать. Если у кого что-то есть, также делитесь мнениями, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети. Там я намного чаще вас всех люблю, целую. Пока! До новых встреч!